Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala ma ba'dah. Продолжаем разбор вопросов, касающихся темы наследства. Первый сегодняшний вопрос, al-aulu. Что такое al-aul? Говорит al-aulu fil-luha, al-aul в арабском языке, lahu ma'anin. У этого слова есть сразу несколько значений. Akrabuha ilal-matsud fil-ba'at hu al-irtefa'a. Говорит самое близкое значение к нашей главе, говорит слово al-irtefa'a. То есть al-aul несет значение al-irtefa'a, то есть поднятие, возвышение. Yukal al-aul-mizanu iz-artefa'a. Говорят al-aul-mizan, то есть возвысились весы, если поднялись, если они поднялись. Вафилисталах, а в терминологии ученых наследоведение. Что такое al-aul? Говорит hu aziyadatun fissiham. Это когда доли наследников увеличиваются. Wa naqs fil-an-siba, а само наследство уменьшается. В том смысле, что доли наследников превышают само наследство. Говорит bi-ani astagriqa ahlul furut jami'a siham al-mas'ala. Чем это происходит? Когда долей наследников оказывается больше, чем само наследство. Wa yaqqabal du'um lam ya'hsul ala jami'a siham ala tiestahikuha. То есть, допустим, пять человек наследуют. Говорит, трое из них уже забирает все наследство. Двое, которые тоже должны взять какую-либо долю по фарду, не достается им ничего. В этом случае, как поступается? В этом случае, говорит, доля каждого наследника уменьшается пропорционально его доле, пропорционально его объему наследства. Допустим, какой можно привести пример? То есть, если в нашем примере после покойной женщины остался муж, две ее родные сестры и мама, например. В этом случае муж забирает пол наследства, мама забирает одну шестую часть наследства из-за наличия двух сестер, и две сестры забирают две трети наследства. То есть, посмотри, один муж уже забрал пол наследства, две сестры забрали две третьих наследства. То есть, они втроем уже забрали больше, чем само наследство. А еще осталась мама, которая тоже ждет своей шестой доли, шестой части наследства. Что ей дать? В этом случае у каждого, у сестер, у мужа и у матери доли уменьшаются так, чтобы они уместились в наследство, чтобы не выходили за рамки наследства. И уменьшается доля у каждого, и не отдается предпочтение кому-то над кем-либо. Но у каждого пропорционально его доли уменьшается его доля. Самое меньшее уменьшение кого постигает? Маму. Потому что у нее доля самая маленькая, одна шестая. Соответственно, уменьшение у него будет самая маленькая. У мужа будет самое большое уменьшение, потому что его доля самая большая. У каждой сестры по одной трети тоже уменьшение будет какое? Среднее. У них будет уменьшение среднее. То есть, делается так, чтобы все они уместились в одну долю. Говорит, так вот, в этом вопросе на самом деле есть разногласие. То есть, как поступать в том случае, если доли наследников превышают само наследство? Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение подавляющего большинства сподвижников, а также таби'инов, а также ученых, которые пришли после них, что необходимо делать вот этот вот аул. То есть, уменьшать долю каждого наследника пропорционально его объему. Для того, чтобы говорить недостаток, подошел к каждому представителю фарда, в зависимости от доли его наследства. Говорит, и это действительно достоверно от умр ибн Хаттаба, как это приходит в суннане аль-Баха, а также в книге аль-Мухалла. И довод на это какой? То, что, если мы скажем, что уменьшать долю нужно только у некоторых наследников, а у некоторых уменьшать не нужно, нужно дать им долю в полной мере, это, говорит, нуждается в доводе. То есть, как определить? Хорошо, если мы скажем, будем уменьшать долю только некоторых наследников, а некоторых наследников долю так и оставим такой, какая она есть в полной мере. Кого нам выбрать для уменьшения, а кого оставить в полной мере? Для этого, говорит, требуется какой-то довод, какой-то посторонний довод, который придет к нам извне и укажет, укажет, у кого доли будем уменьшать, а кому не будем уменьшать. Понятно? Поэтому первое мнение какое? То, что уменьшать будем всем пропорционально его доле, чтобы страдали все, чтобы недополучил каждый из представителей фарда. Говорит, фалэмма лэм якун хуна кадалил, ала тагдима хадихим алал ахар, ульхи каннацу бихим джамиян, ала хасаби фаруды им. А раз, говорит, нет конкретного такого довода, который бы нам указывал, кого уменьшать долю, а кого долю не уменьшать, приходится, говорит, уменьшать эту долю всем, в зависимости от их пропорций. Камайюф алюбиль муфлис фитаузи амалихи бейн алгурама. Как поступают с кем с банкротом? То есть, если человек банкрот, например, должен людям тысячу долларов, но его денег только 200. Кто такой банкрот? Банкрот это тот, который обладает деньгами в меньшем количестве, чем его долги. То есть, долгов у него больше, чем у него денег. Такой человек называется банкротом. Он должен людям тысячу долларов, а у него всего 200. Как поступать в этом случае? Одному он должен 500 долларов, другому должен 200 долларов, третьему должен только 20, а остальным, и еще одному четвертому должен, допустим, 280. Как в этом случае поступать? Можно ли сказать, что 200 отдаем тому, кому он должен 500, а остальным мы ничего не даем? Нет. Вот эти 200 мы раскидываем на четверых должников. Каким образом? Пропорционально их долей. То есть, не раскидываем их так, что каждому даем поровну по 50 долларов. Нет. Потому что в этом случае получится, что тот должник, тот кредитор, точнее, которому этот должник, банкрот, должен 20 долларов, вместо 20 получит 50. А тот, кому он должен сколько? 500, получит всего лишь 50. Поэтому в этом случае как поступается? Смотрится. 200 долларов относительно 1000. Это какая часть? Пятая часть. Это пятая часть денег. То есть, вот этот вот банкрот может покрыть пятую часть долгов. А в этом случае долг каждого кредитора делим на 5. Тот, кому он должен 500, делим на 5. 100. Тот, кому должен 20, делим на 5. 4. Тот, кому должен 280, делим на 5. 56. И тому подобное. И таким образом каждый получает справедливую долю. Вот это усвоили или нет? Каждый получает справедливую долю. То же самое, брат, делаем здесь. То же самое делаем в вопросе наследства, когда доли превышают само наследство. Понятно, как раздаются долги, как раздаются долги банкрота людям. Вот таким вот образом они раздаются. Далее. То же самое, говорит, если человек скончался. Скончался и на нем долги. И долги, этих денег его не хватает для того, чтобы покрыть долги. Опять-таки, все кредиторы приходят и получают каждый, сколько может получить. То есть, не получают поровну каждый. Нет. Получают пропорционально своему долгу. Кто-то больше, кто-то меньше. То же самое поступаем, говорит здесь. И в этом вопросе, говорит, противоречил всем остальным ученым Ибн Аббас. Как об этом приходят в суннане Ибн Мансура, а также в суннане Аль-Баха и а также в других сборниках. И Ибн Аббас говорил, как это пришло от него достоверно. Необходимо предпочесть того, кого предпочел Аллах и отставить назад того, кого оставил назад Всевышний Аллах. Что, говорит, имеет ввиду Ибн Аббас под теми, кого Аллах предпочел, а кого, наоборот, оставил позади. Говорит Ибн Аббас, тот наследник, который переходит с фарда на фарда, того Аллах предпочел. И его долю мы не будем уменьшать. Но его долю мы дадим ему полностью. Говорит. А тот, который в своей основе способен переходить с фарда на фарда, то, говорит, его доля будет уменьшаться. Он говорит, как будто бы что? Потому что, как Ибн Аббас этот вопрос воспринял, исходя из хадиса, Дайте наследство ее заслуживающим людям, то есть представителям фарда, а все, что осталось, особи. Вот теперь Ибн Аббас посмотрел и говорит, как поступить вот в этой ситуации, когда фарды превышают наследство. Говорит представителям фарда, то есть которые получают только по фарду. Никогда на асабу не могут уйти, потому что асаба как бы считается здесь в данном случае слабее. То есть они на асабу не уходят, всегда на фарде. Либо на большом фарде, либо на маленьком фарде. Говорит, этим их фард, их долю не уменьшаем, оставляем так, как она есть. По хадису отдайте наследство представителям фарда, потому что, говорит, они полноценные представители фарда. А остальные кто? Те, которые способны перейти с фарда на асабу, как, допустим, сестры, например, и тому подобное. То их, говорит, что их долю будем уменьшать. Их доли будем уменьшать так, чтобы вместить их в наследство, пока они не влезут в наследство и не будут выходить за это наследство. То есть, останется им сколько? По чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть, уменьшение всего придется на них. А основные представители фарда, говорит, не потерпят никакого уменьшения в их долях. Понятное мнение Ибн Аббаса какое? Говорит, То есть, Ибн Аббас что говорит? Настоящим представителям фарда даются их фарды в полной мере, а все, что останется, уже остальным раздается. Все, что останется, раздается остальным. Ибн Аббас, Мухаммад ибн Ханафия, и Ата, и Дауд, и Ибн Хазм. Говорит, из-за Ибн Аббаса в его мнении последовал Мухаммад ибн Ханафия, а также Ата ибн Абирабах, а также Дауд, а также Ибн Хазм. Но правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых в Ахтияру шейху л'Ислам. И это мнение выбрал шейху л'Ислам ибн Тайми, а также ибн Каим, и имам Шаукани в своем втором или последнем мнении. То есть сначала имам Шаукани тоже был на мнении Ибн Аббаса, затем поменял свое мнение на мнение большинства ученых. Почему, брат? Потому что основного Далиля, какого-либо основного Далиля именно на эту ситуацию не существует. Потому что, брат, в данном случае они все представители фарда. То есть использование Ибн Аббасом этого хадиса, который же он сам передает, большинство ученых считало неправильным. Кали, ты неправильно понимаешь этот хадис в данном случае. Потому что тот, который переходит только с фарда на фард, и тот, который может перейти с фарда на асабу, не означает, что один представитель фарда в этом случае слабее другого. И этот в данном случае представитель фарда, и этот представитель фарда. Вот в нашем примере возьмем, человек скончался, женщина скончалась, осталась по себе мужа, маму и двух сестер. Муж может уйти с фарда на особо или нет? Нет, с фарда на особо уйти не может. Мама может уйти с фарда на особо или нет? Тоже уйти не может. Сестры могут уйти с фарда на особо или нет? Могут уйти. Поэтому Ибнаббас здесь как будет делать? Мужу будет отдавать одну вторую, маме будет отдавать одну шестую, потом все что останется, а это одна треть останется, одна треть разделят сестры на двоих. То есть, каждая по одной шестой. Вместо того, чтобы получить каждая по одной трети, получат всего лишь каждая по одной шестой. Но это мнение не является верным. Почему? Потому что, брат, в данной ситуации сестры равны маме и равны мужу в том, что все они являются представителями фарда. То, что сестры в каких-то ситуациях могут уйти на особу, не касается этого вопроса. Потому что в данном случае они на особу не уходят. Правильно или нет? Если бы был здесь родной брат, мы бы сказали, да, здесь сестры уходят на особу и тому подобное. Но в данном случае нет братьев, которые бы выводили их на особу. Поэтому не является правильным притеснять только их, а мужа с мамой оставлять на их долях. Знаешь, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что при происхождении такой ситуации, когда доли выходят за рамки наследства, недостаток касается всех наследников, всех представителей фарда. И унижается каждая его доля в зависимости от его объема наследства, от его пропорций. Как это происходит на практике? Происходит в таблицах. То есть это считается математическими расчетами в таблицах. Это мы подробно изучали, когда изучали книгу «Какую?» «Альфаэт Фиэль Мельфорайт». Все эти таблицы и тому подобное, различные примеры, домашние задания, все это проделывали, все это изучали. Кому это интересно, может вернуться к тем лекциями, к той книге. Здесь, как мы предупреждали заранее, книга больше касается только теории. То есть здесь практических решений нет. То есть указывать теории, как должно быть, а как оно происходит на практике, в решениях математических и тому подобное, это уже в другой книге приходит. Далее, следующий вопрос. Далее, следующий вопрос.